Почему мы гоняемся за людьми? Потому что нам тяжело, мы в отчаянии, нам нужна какая-то помощь. Можно я у вас буду работать? Можно... Помогите мне, пожадайте мне кредит, устройте меня на работу, защитите меня от этих людей, платите деньги, работайте на меня. Все, за кем мы гоняемся, устанавливают с нами какие отношения? Деловые. Деловые означают, ты по факту мне не нужен, ты мне не нужен по факту, но если ты будешь для меня что-то делать, тогда я тебе буду что-то давать. Это называется деловые отношения. Они не облегчают жизнь. Деловые отношения не дают облегчения. Кажется, что это классно, что я попал сюда, в этот хороший коллектив, но если ты заболеешь надолго, тебя оттуда вышвырнут. А от этого никто не застрахован. Но если ты идешь путем милости и общаешься с людьми, в которых ты веришь или которые тебе верят, там есть вера в этих отношениях, тогда никто никогда в беде тебя не бросит. Если ты попадаешь в беду, наоборот, эти люди больше начинают вкладывать в тебя, потому что они с тобой строят другие отношения, основанные на глубоких чувствах. Эти чувства невозможны просто в деловой жизни. Невозможны. Деловая жизнь – это путь труда, а духовная жизнь – это путь милости. В духовной жизни тоже есть труд. Можно трудиться, занимаясь духовной практикой. Допустим, я знаю одного человека, он мастер в цехе своем, но его все воспринимают как наставника. Все люди приходят к нему советоваться в трудной ситуации в жизни, они его очень сильно уважают. Когда он просто, ему не надо напрягаться и повышать голос, когда он просто говорит, пожалуйста, вот эту работу сделай, люди сразу начинают делать. А если кто-то не делает, другие подходят к нему и говорят, ты что, ты понимаешь, что у нас старший вообще? Как ты себя с ним видишь? Путь милости означает сильное уважение. Человеку не надо сильно напрягаться, потому что его уважают. Через уважение решают все вопросы. Уважение – это самая сильная контролирующая сила. Того человека, которого уважают, ему не надо кричать, ругаться, топать ногами, не надо, чтобы решить вопросы. Но человек, который хочет идти этим путем, он не должен прилагать чрезмерные усилия для достижения своего результата. Он идет путем знания.